Привет всем, наконец-то я снимаю видео о подарках с презентации Essence и Catrice. Два дня уже никак не соберусь его снять и наконец-то я собралась. Хотела снять на видеокамеру, но я ее не нашла. Придется снимать на автопарад. Просто я хотела, чтобы все быстро фокусировалось, но ладно, придется побольше поредактировать. Меня пригласили на презентацию Catrice в ВКонтакте, мне девушка прислала сообщение. Я была очень удивлена, что меня пригласили, потому что у меня всего лишь 1250 подписчиков пока. По сравнению с теми, кто там еще был, у некоторых было там по 5000, по 30. Короче, там были очень крутые видеоблогеры. Я думаю, вы знаете это, потому что уже пару девочек сняли, девушек сняли видео на эту тему. Ну, короче, все проходило в кафе, в каком-то, я не помню название, но в кафе очень красивеньком. Пришли туда, нам показали презентацию. Там была девушка, которая говорила на английском языке, я не знаю, она англичанка или американка. Скорее всего, англичанка, потому что фирма немецкая. Ну, рассказали нам, показали презентацию коллекции, было все очень интересно. Потом мы разглядывали новые продукты, стендов там много стояло. Мне очень понравилась коллекция с рассветом, скоро она выйдет. Очень жду ее. Так, что еще было? Много угощений было, там я покушала пиццу, пироженку, коктейльчики выпила фруктовые. Короче, было все на высшем уровне, мне очень все понравилось. При входе нам дали вот такие вот бейджики, тут написано «Моя им, фамилия, мой никнейм» и «Моя аватарка». Все это на шее носили. Там пробыла я часов до полдесятого, наверное, и пошла домой. При выходе дали два огромных пакета с подарками. Я вообще не ожидала этого. Сейчас я вам покажу. Такой вот пакет Катрис. И пакет Эссенс. Очень было круто. Сейчас покажу, что в них находилось. Начнем с Эссенс. В нем лежала вот такая вот папка. С вот этой вот девушкой, которая является лицом Эссенс. Эссенс не использует реальные девушки, они используют только лицо вот этой девушки. Не помню, как ее зовут. Вот внутри у нас диски лежат, множество дисков. Диски с разными коллекциями. На них все фотографии продуктов, все их цены, названия. Очень интересно было посмотреть. И также распечатанные листы с коллекциями. На них написаны все цены, все названия. Все об этих продуктах новых. Все продукты, которые я покажу в этом видео, названия будут внизу. И также будут все цены точные. Вот так вот примерно все тут выглядит. Очень все круто продумано. Было очень интересно прочитать. И вот эта вот коллекция, которую я просто с терпением жду. The Twilight Saga Break It Down Tool. Вот тут у нас два пигмента. Подводка, помада, два блеска. Шиммер, румяна, лаки. Просто все такое крутое. Я просто жду не дождусь. Так. Короче, очень много бумажек. Тут и ногти, и разные коллекции, и новые поступления в основной коллекции. Вот. Так, дальше. Тетрадочка такая. И ручка. Тут тоже написано Essence. Тетрадка в кюлеточку. Я тут уже веду какие-то свои подсчеты. Тут записывала вчера то, что мне надо купить из Икеи. Так. А еще я взяла вот такую вот бумажечку. Вот, с новой коллекцией. Просто с нетерпением жду ее. Вот. Румяна такие красивые, такие красные, ядерные. Просто супер. Так. И было Essence для косметички. Оранжевая и розовая. И давайте... Я разделила на косметику и на лаки. И сейчас всякая для ногтей. Давайте начну с ногтей. Считаю, это побыстрее будет. Так. Первое. Это были такие пилочки. Одна такая двухсторонняя. Одна сторона у нее более жесткая, а вторая сторона более мягкая. Очень классная. Мне понравилось. В таких чехольчиках они идут. Вторая такая вот изогнутая. Она тоже, с одной стороны, более жесткая, с другой менее жесткая. Тоже очень классная, мне понравилось. Я люблю такие пилочки. Дальше. Три лака. Три новых цвета в основной коллекции. У них новые упаковки. Кстати, мне не очень нравятся вот эти новые упаковки. Мне эти больше нравятся, потому что они были меньше, они занимали меньше места вообще, где я там храню лаки. У меня просто места уже нету. Мне новая упаковка не нравится. Ну, ничего такая. Не особо важно. Такой вот мюдовый цвет. Я вот эти два цвета носила на ногтях, а этот еще нет. Очень классный в один слой. Дает потрясный просто эффект. Просто сразу такой цвет насыщенный. И не нужно даже второй слой. Быстро сохнут. Да, розовый такой. Цвет фукси. Очень красивый. У меня он был на педикюре, на маникюре. Очень классно смотрится. И такой синий. Вот его еще носила. Все они без шиммера, глянцевые. Очень-очень красивые. Вот первый оттеночек. Ньют Глэм. Номер 01. Дальше идет синий такой вот. Это номер 129. Внизу будут все названия, все номера. И розовый вот такой вот. Это номер 107. То есть видите, в один слой даже хорошее очень покрытие. Но синий, я думаю, будет лучше в два слоя носить. Дальше покажу. Вот такие вот лаки. Очень интересные лаки, на которых можно рисовать. Рисовать на них можно вот таким вот прозрачненьким лаком. С тонкой кисточкой. Я это еще не пробовала, но я носила вот этот голубочек. И оттенок носила его просто как обычный лак. Очень красивый цвет получается. Просто потрясный. Но что мне не очень понравилось, потому что со временем, там, через час где-то на нем появляются какие-то черные маленькие-маленькие полоски. Мне не очень нравится идея вот этого рисования на них. Какие-то кружочки, полосочки. Потому что, по-моему, это выглядит не очень красиво. Но для меня, для взрослых девушек. Вот для подростков, там, 13-14 лет, я думаю, это будет весело и интересно. Но мне это не интересно ни капли. Так что я, скорее всего, не буду это делать. Может, делаю пару раз, но носить в обычной жизни не буду. В коллекции только два цвета. Такой золотой и голубой. Вот так вот они выглядят. Вот такие рисунки на них можно рисовать. Смотрите, он упал и все. Он только что у меня упал, прям откололся. Ужас. Ну и все, на помойку. Какой кошмар. Лучше их не ронять. Так, я его выкинула и... Не знаю. Кстати, у меня уже был такой с лаком от Essence, с глиттерами. Он тоже у меня так упал. И точно так же откололся вот это горлышко. Так. И покажу вот эту фигню, которую надо рисовать. Color change. Step 2. Вот такая вот. Просто жидкость прозрачная. Которую как бы и рисовать надо. Так, дальше. Такой лак, который светится при неоновом свете. То есть в клубе там, на дискотеке. У меня есть такой, я покупала его. Я его проверяла просто в темноте, и в темноте он просто не светит. Так что надо при неоновом свете его использовать. Дальше вот такой вот Studio Nails гелевое покрытие на ногти. Называется лучше, чем гелевые ногти. Вот такая упаковка солидная у него. Он сейчас у меня на ногтях. Вот этот лак от Catrice. Я его тоже покажу сейчас. Держится уже три дня. Ногти у меня ни капли не скололись, не расслоились. Очень мне это нравится. Но есть один минус. Очень большой. Потому что на этом лаке этот гель-лак дал мне пузыри. Просто огромное количество пузыречков. Сейчас покажу на этом ногте. Вот, видите? Просто куча пузыречков. Я не знаю, только на этом лаке он дает такие пузыри. Но я смотрела у двух других, видите, блогеров. Они тоже показывали свои ногти с этим гель-лаком. У них все было идеально просто. Не знаю, не знаю. Но держится все уже третий день. Это для меня нонсенс. Потому что у меня ногти за один день просто расслабиваются, скалываются. И вообще, не знаю, двоякое у меня впечатление. У меня много будет пробовать дальше. Дальше вот такая вот очень интересная штука. Такой картон идет. Такой вот белый лак. Это штука, которую надо... Это база, которую надо носить перед нанесением цвета. Но когда я была в презентации, девушка-консультант сказала, что с ним нельзя посуду мыть, мыться, потому что слезает. Ну, как бы этот вариант на вечер, там, на выход, чтобы один раз походить с лаком, а потом его снять. Нанесли мы эту базу, нанесли цвет, походили какое-то время. И чтобы снять лак, просто берем, поддеваем и отклеиваем, как клей. Вот эта вот штука. Я его даже не открывала еще. Вот. Обычная кисть. Так, последнее, что у меня тут для ногтей, это вот такие колечки, которые надо раскрашивать лаком под свой цвет лака. И потом можно стирать также лак с цветоном с них. Мне тоже это как бы не очень нравится. Вот. Мне они подходят. Ну, мне, в принципе, такая форма кольца не нравится. Ну, думаю, для девочек 13-14 лет будет это интересно. Но мне это не интересно. Так, свечка с лаком и для ногтей всякого такого пустанка. Вот такая вот на двух копчиках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...